Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Ваш товар наш потребитель очередной инфотур свел на одной площадке производителей и директоров предприятий питания. В Хостинском районе изъято более 400 пачек сигарет. Табак продавали рядом с детским садом. В Сочи за год выявлено 114 новых случаев ВИЧ-инфекции. О профилактике врачи решили рассказать горожанам в автобусах. Сочинские дельфины сегодня сразились в Грозненской Алании. В Сочи стартовал турнир по хоккею «Противостояние». Развитие телемедицины, строительство дорог и создание сельхозкоопераций по всей стране – это одни из основных тезисов послания президента Федеральному собранию. Обращение Владимира Путина проходило в Кремле. Туда приглашенный губернатор Краснодарского края. И, как отметил президент, агропромышленный комплекс – успешная отрасль, которая кормит всю страну. Кстати, сельхозпродукция по экспорту обогнала даже вооружение. В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК. А сам их объем связать с увеличением башни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства. Тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий. Чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Я прошу заняться этим вопросом и Минсельхоз, Россельхозбанк, Росагролизинг, а также корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. Владимир Путин также заявил, что инфляция по итогам года может снизиться и не превысить 6%. А это хорошие предпосылки для развития экономики. В Краснодаре накануне открылся форум поддержки малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Одним из ключевых событий форума стало пленарное заседание с участием губернатора Вениамина Кондратьева. Как будет дальше развиваться малый и средний бизнес в крае, обсуждали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти и предприниматели. В Краснодарском крае в этой отрасли занято больше полумиллиона человек. А оборот этого сектора экономики за 9 месяцев текущего года составил более полутора триллионов рублей. Это при том отметил глава региона, что в экономическом плане год был непростым. Сегодня за малым и средним бизнесом будущее. И именно эта отрасль должна стать стержнем экономики региона, подчеркнул Вениамин Кондратьев. А деньги на развитие и поддержку надо давать тем, кто умеет зарабатывать и правильно ими распоряжаться. Я глубоко убежден, что нельзя деньги просто раздавать. И наличие самой господдержки – это еще не основание для хвостовства, что ли. Господдержка должна все-таки быть переориентирована на рыночные механизмы. Это очень важно. Сам принцип господдержки не должен иметь принцип заявительный. Вот я создался, вот я объявился, вот об этом заявил и дайте мне деньги на господдержку. Я уже говорил, еще раз скажу, что деньги надо давать только тем, кто умеет на самом деле зарабатывать. Не тратить, не осваивать, а зарабатывать и возвращать эти деньги в бюджет в виде рабочих мест, налогов. Это принципиально важно. Краевой форум «Дело за малым» проводится впервые, но уже собрал большое количество заинтересованных в этой отрасли людей. Сегодня Краснодарский край входит в десятку лучших регионов страны по улучшению делового климата и занимает лидирующие позиции. Поэтому уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил перенять опыт края другим субъектам и сделать этот форум федеральным. Глава Сочи также принял участие в форуме. Анатолий Пахомов отметил, что в Сочи созданы все условия для развития малого бизнеса. А именно такие специализированные для небольших предприятий форумы помогают начинающим бизнесменам не затеряться на рынке. У нас увеличивается количество предприятий малого бизнеса, увеличивается количество рабочих мест и поэтому вот такие форумы очень нужны. Но и сегодня можно даже для меня интересные вещи, которые я увидел сегодня, солнечные батареи, которые я только что посмотрел. И я думаю, что для каждого моего коллеги очень полезно увидеть то, что нужно для города, то, что нужно для развития города здесь посмотреть. Очередной инфотур 2016 прошел в Сочи. Это деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с организациями санаторно-курортного комплекса и предприятиями торговли. Все подробности в нашем следующем материале. Познакомиться с новинками кубанской продукции решили десятки представителей сочинских здравниц и торговых сетей. Все, кто пришел сегодня на выставку дегустацию, отметили, сельхозпредприятия нашего края развиваются достаточно динамично. На их модернизацию за последние четыре года вложено порядка 63 миллиардов рублей. Это дало возможность обновить ассортимент. Сегодня в целом предприятия выпускают порядка 4,5 тысячи наименований продукции. То есть это очень большой ассортимент. Сегодня расширилась упаковка, дизайн продукции, качество. Благодаря тому, что мы проводим встречи, где встречаются потребители продукции, производители. И предприятия переработки прислушиваются к мнению покупателя. Сельхозпроизводители настроены на долгосрочное сотрудничество. Здесь проводились деловые встречи и переговоры с представителями здравниц. Сейчас рынок сбыта достаточно большой. Туристов в Сочи много, как и желание кубанских производителей кормить курортников своей продукцией. Им нужно помочь, потому что у них нет здесь представительства. Их нужно сподвинуть в наше оптовое звено с производителем, чтобы замкнуть это все на контрактной основе, чтобы это все появилось на полке. Конечно, тот продукт, который показал себя, он достойно представлен здесь и здесь в городе. Но это не конец. Мы повидим, что за последние два года продукция, ассортимент продукции на Кубани очень сильно расширился. Только здесь на выставке «Инфотура» было представлено свыше двухтысяч наименований. Мясная, колбасная, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные изделия, овощи, соки – самые разнообразные. Посетители отметили не только качество самих продуктов, но и то, как качественно их научились представлять покупателю. Ну, во-первых, очень интересно посмотреть, что у нас предлагают по краю. И я смотрю, здесь очень много людей. Молодцы, что все пришли. В прошлом году по итогам «Инфотура» в Сочи было заключено 117 договоров. Как сегодня поработали производители и потребители, сочинцы смогут оценить по заполненным кубанским товарам полкам магазинов уже в ближайшее время. Глена Авсецина, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Хостинском районе решения вопросов благоустройства и санитарного состояния взяты под особый контроль. На планерном совещании с участием заместителя главы города Мугдина Чермита определили первоочередные задачи. По решению Анатолия Пахомова, первому заместителю главы Мугдину Чермиту поручено курирование Хостинского района для более оперативного и качественного выполнения задач, которые ставят в том числе и жители. Сочинцев волнуют благоустройство, санитарное состояние, освещение, ремонт дорог. С целью определить программу предстоящих дел было проведено совещание с участием актива района и депутатов. Формат, выбранный нами, в моем понимании, позволит нам намного оперативнее решать вопросы, потому что мы еженедельно можем увидеть, что конкретно делается тем или иным депутатам, что конкретно удается сделать администрации на той или иной улице, за каждой из которых мы закрепили сотрудников администрации. Мы охватываем буквально все вопросы жизнедеятельности, видим все проблемные болевые точки и стараемся все это решать в максимально возможной нам доступной мере. Отметили то, что уже сделано. Это асфальтирование ряда улиц, оборудование детских площадок, проведение благоустройства территории. Но впереди немало работы. До Нового года планируется проведение сходов горожан в микрорайонах, чтобы совместно с администрацией и депутатами обозначить текущие вопросы. В Сочи столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло накануне в 17 часов на улице Транспортной. По предварительным данным, 26-летний сочинец, управляя автомобилем ГАЗ-3302, при движении не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Ниссан Кашкай под управлением 39-летней местной жительницы. После этого иномарка продолжила движение и совершила наезд на другой припаркованный Ниссан Кашкай, который от удара продвинулся вперед и в свою очередь врезался в стоящую 99-ю. ВАЗ, опять же, по инерции ударил Шевроле Кобальт. В результате пострадали двое детей, семи и трех лет, которые находились в Кашкай. От серьезных травм их спасло то, что оба ребенка были пристегнуты. По факту ДТП проводится проверка. В Хостинском районе изъято более 400 патчек незаконно реализуемой табачной продукции. К сотрудникам отдела по исполнению административного законодательства полиции Хостинского района поступила информация о том, что вблизи детского сада торгуют сигаретами. В результате установлено, что в магазине на расстоянии менее 100 метров от дошкольного учреждения ведется торговля табачными изделиями. Полицейские изъяли 409 пачек. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией незаконного товара. Честное трудоустройство. В Сочи продолжается борьба с зарплатами в конвертах. В администрации города состоялось очередное, уже 26-е по счету заседание межведомственной комиссии по борьбе с неформальной занятостью. Мобильные группы отчитались о результатах проверок, которые коснулись основных отраслей курорта. Так, в Лазаревском районе за неделю специалисты обследовали 18 объектов, в 9 из которых были выявлены нарушения. В основном это кафе и магазины. И оправдания у предпринимателей от проверки к проверке не меняются. Кто-то утверждает, что ему помогают исключительно родственники, а кто-то откровенно лукавит и говорит, что обслуживает круглосуточный магазин самостоятельно. При этом не производится отчисление ни в налоговую, ни в пенсионный фонд. Меры к нарушителям самые жесткие. Проверка трудовой инспекции, штраф, который покажет, что выгоднее вести свое дело по закону. Эту работу должны вы делать и требовать, чтобы в вашей отрасли не было тех людей, которые работают, но не оформлены. Это и экономическая безопасность, это и пенсионные фонды отсутствуют, и самое главное, безопасность отсутствует. Еще чего не хватало. На транспорте работают люди не оформленные. Это нонсенс. На начало работы межведомственной комиссии в городе насчитывалось более 70 тысяч людей, получающих зарплаты в конвертах. Сейчас их осталось порядка 26 тысяч. И работа в этом направлении будет продолжена до тех пор, пока с каждым из них не будет заключен трудовой договор. Меньше пробок на дорогах обещают власти после открытия нового участка дорожного полотна. Благодаря изменениям в схеме движения, местные жители поселков Орел, Изумруд и Верина теперь могут выезжать сразу на улицу Ленина. Напомню, что раньше их путь пролегал через железнодорожный вокзал. Даже проливной дождь не стал пометой для праздника. Жители поселков Верина и Орел, Изумруд этой дороги ждали много лет. Раньше машины здесь тоже ездили, правда, кочки и ямы поддавались далеко не всем маркам автомобилев. Последний сход, я помню, был где-то около 8 месяцев назад. Были депутаты городского собрания, которые также пообещали эту проблему решить. И с Анатолием Николаевичем Пахомовым мы не один раз обсуждали эту тему. И он сказал, что в октябре-ноябре дорога будет и дорога есть. От появления новой дороги плюсов сразу несколько. Во-первых, теперь не проблема ходить и ездить. Во-вторых, появился прямой выезд на улицу Ленина. А отсюда и разгрузка центральных улиц. Местные жители решили этот день внести в историю района. Общая длина построенного участка более тысячи метров. Дорога достаточно широкая, местами больше шести метров. Кроме того, отремонтировали асфальт в районе улицы Православная. Там привели в порядок порядка 12 тысяч метров дорожного полотна. Жители села Орел, Изумруд будут очень довольны, да и многие. Мы прорабатывали разные моменты, меняли схему движения, но однако должных результатов это не приносило. При огромной поддержке главы города, который он сделал и открыли этот участок дороги, теперь, я думаю, жители будут очень довольны. Сейчас по дороге уже беспрепятственно передвигаются как пешеходы, так и автомобили. Установлены дорожные знаки, указывающие направление, к которому местные жители пока только начали привыкать. Рината Шиповна, телекомпания «ФКТ». В Сочи запустили маршрут здоровья. Сегодня стартовала новая профилактическая акция, созданная по инициативе городского управления здравоохранения. Теперь консультации медиков можно будет получить и в общественном транспорте. Как и почему старт дали именно сегодня, узнаем у Татьяны Говорковой. Первый анализ на ВИЧ-инфекцию в Сочи был взят ровно 30 лет назад. За год до официального провозглашения 1 декабря – Всемирным днем борьбы со СПИДом. С тех пор на курорте стала активно распространяться информация о статусе пандемии и оказываться содействие прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции. Три пути передачи у нас – половой незащищенный секс, парентеральный контакт кровь-крой и вертикальный от матери к ребенку. Воздушно-капельным путем, через поцелуи, через рукопожатие ВИЧ-инфекция не передается. Эту информацию, пожалуй, знает каждый сочинец. Тем не менее, с начала этого года было выявлено 114 новых случаев заболевания ВИЧ. Об этом сегодня рассказала начальник городского управления здравоохранения во время брифинга. Марина Вартазарян отметила, что почти 53% от общего числа инфицированных заразились половым путем. Из них примерно около 14% составляют однополые пары. Если вспомнить о прошлых годах, то в основном на первом пути был парентеральный путь передачи. Сейчас, к сожалению, ситуация у нас меняется. Особую опасность представляют наркотики. Александр узнал о своем заболевании 10 лет назад. Употреблял героин. Теперь жалеет, что вовремя не обратился за помощью. Не надо тянуть. В любом случае сдать анализ его надо. И здесь есть врачи, которые, во-первых, дадут хоть какую-то психологическую помощь. Если бы я раньше начал употреблять эту терапию, то в первую очередь я бы точно никогда бы никого вообще не заразил. И сам бы довольно лучше бы себя чувствовал. ВИЧ-инфекция еще не приговор. С этим можно жить. Но главное – начать лечение на ранней стадии. Иначе инфекция перерастет в СПИД. А это уже смертельный диагноз. ВИЧ-инфекция протекает бессимптомно. Поэтому чем раньше сдать анализ на выявление этой инфекции, тем лучше. Сдать анализы можно двумя способами. Либо забором крови, либо вот таким специальным тестером. Результат будет готов уже через 20 минут. Пройти предварительное обследование можно в Центре медицинской профилактики и в разных лабораториях. В том числе и в таком сертифицированном медицинском автомобиле. До 4 декабря анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ можно во всех поликлиниках города. И на этом не ограничились. По инициативе городского управления здравоохранения сегодня стартовала новая профилактическая акция «Маршрут здоровья». Сегодня это целевой день. Сегодня мы первый раз это пробуем, потому что это совместный проект управления здравоохранения с управлением транспорта, поскольку на отдельных маршрутах наши специалисты будут в автобусах вести профилактические беседы. Первую консультацию сегодня получили пассажиры 125-го автобуса, следовавшего по маршруту от 4-й горбольницы до ПСОУ. Каждый человек должен регулярно сдавать тест на ВИЧ, желательно один раз в год, чтобы при необходимости специалисты нашего центра могли своевременно оказать ему лечение. Такие профилактические лекции с участием медиков планируют проводить еженедельно. Темы будут меняться. Помимо консультации врача, в общественном транспорте появятся и видеоролики о профилактике и лечении тех или иных заболеваний. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. О политике и роли политических партий в жизни общества сегодня говорили с будущими правоохранителями. Единороссы провели с сочинскими студентами круглый стол в рамках проекта «Гражданский университет». К слову, сегодня «Единой России» 15 лет. И главный результат этих лет – доверие людей, считают сами единороссы. Но сегодня представители правящей партии пришли к студентам не агитировать, а напротив, услышать оценку, замечания и даже критику своей работы. Своим правом голоса будущие юристы, экономисты и историки, очники сочинского РУДН воспользовались и даже поддискутировали с сочинскими политиками. В лице единороссов и депутатов. У нас появляются новые партнеры, мы ссоримся с другими нашими союзниками. Мы должны решить для себя, что подходит больше нашему народу. И вот это вот решение, у нас был опыт как однопартийная система. Сейчас у нас опыт, когда у нас больше партий. Мы должны решить для себя, какая для нас система эффективна. Главные наши представители – это партия «Единая Россия». Ну, как вы знаете, конституционное большинство они взяли и с ними нужно работать. Будем узнавать их мнение. К критике и оппозиции организаторы круглого стола относятся положительно и считают, что именно в споре рождается истина. Но самое главное для старших коллег – это понять, как молодежь видит дальнейшее политическое развитие страны. Ведь совсем скоро бразды правления, в том числе и политическими партиями, этому поколению придется брать на себя. Вот сегодня мы со студентами поговорим о том, что такое политика, что такое политические партии, как выбирать ту партию, которая тебе близка. Причем делаем мы это, не навязывая свою идеологию. Просто должен же кто-то разговаривать с молодежью. И мы на себя давно уже взяли такую функцию. Самый главный результат – оживить нашу молодежь. Оживить, чтобы они не говорили, как некоторые уже взрослые люди, да зачем мне эти выборы, да не пойду я на эти выборы, да вообще я туда не хожу. А чтобы они понимали, что от него одного зависит вообще история страны. Подобная просветительская деятельность проходит не только со студентами, но и в разных общественных кругах. Сподвигнуть к активным действиям и воспитать чувство ответственности – это главные задачи одного из 35 партийных проектов «Гражданский университет». Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочинские дельфины сегодня сразились с Грозненской Алани. В Дворце спорта «Большой» открылся турнир по хоккею «Противостояние» среди детских команд 2008 года рождения и младше. Помимо повышения уровня мастерства, соревнования призваны развивать дружественные связи между спортсменами из разных регионов нашей страны. Подобные турниры восьмилетним хоккеистам необходимы, подчеркивает новый тренер сочинских дельфинов. Это в первую очередь опыт. Николай Курочкин приступил к обязанностям два месяца назад. И, по словам наставника, в клубе все только начинается. Спортсменов пора выводить на новый уровень развития. Опыт у Курочкина немалый. В Омске он вырастил целую плеяду хоккеистов, многие из которых сегодня занимают лидирующие позиции, в том числе и в молодежной хоккейной лиге. Здесь нужно тренироваться, желание ребят и тренироваться упорно, как бы идти к своей цели. Для этого мы тренеры, тренерский состав, у меня есть помощник. Мы для этого делаем все, развиваем их все качества. На данный момент у нас планы подготовить их, посмотреть, собрать команду, научить игре хоккей. Конечно, хотелось бы, чтобы много команд в Сочи было, много клубов, чтобы была конкуренция. Попробуем сначала один клуб сделать, чтобы мы могли бороться с другими командами, на чемпионате показывать, на край. С приходом в команду нового тренера перемены грядут не только в самом клубе «Сочинские дельфины». Развитие получит и хоккейная школа города Сочи. В нынешнем же турнире «Противостояние» участие принимают пять команд – из Грозного, Крыма, Бишкека, Сочи и Краснодара. Наставник «Дельфинов» своих подопечных пока критикует и все же здесь их считает фаворитами. В итоге прогнозы тренера оправдались. Свой первый матч сочинские «Дельфины» завершили победой, забив ворота грузинских хоккеистов шесть шайб и пропустив всего одну. Завершится же турнир 5 декабря. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В нашей студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.